Всем привет! В сегодняшнем видео пойдет речь о тенях, а именно о вот этой вот нашумевшей знаменитой палетке от Urban Decay Naked 3 в розоватых оттенках. Я сегодня не просто хочу сказать свое мнение о вот этих тенях, но также хочу вам предложить целых три альтернативы, три бюджетные замены вот этим теням. Причем они не только по цветам очень похожи на вот эти цвета, но и качество теней, пигментация просто вообще супер. Поэтому я, если честно, довольна как слон, что я нашла вот эти бюджетные замены. И если бы я раньше знала об их существовании, я бы, наверное, вот эту палетку не покупала. Я не думаю, что вот эта палетка нужна каждой, сейчас объясню почему. И также я понимаю, что до сих пор не в каждом городе можно найти эту фирму. Она дорогая, эта палетка стоила 52 евро. Я ее покупала в Гамбурге, в центре. У нас сейчас в одном единственном магазине продается вот эта фирма. Я купила, потому что мне было тоже интересно потестить их, что же это за цвета, что же это за качество. Потому что хотелось мне сравнить вот эти тени с другими тенями. И на самом деле я немножко вот сейчас так понимаю, что она мне не особо-то нужна. Я бы без нее могла бы очень хорошо обойтись, имея вот те бюджетные замены. И на самом деле немножко я, можно сказать, даже жалею, что я ее купила. Вот, поэтому сегодня такое видео для всех, кто или не может себе позволить ее купить, или не хочет где-то заказывать далеко, или не может найти, или болеет вот этой палеткой. Вот, я вам покажу сегодня то, что очень похоже и по качеству очень хорошее и дешево стоит. Вот, так что давайте начнем сначала с положительных качеств. Действительно, то, что говорят, что вот хорошее качество, да, это хорошее качество теней. Они не сыпятся, они на базе держатся очень долго на глазах. Без базы я не пробовала. Да, хорошие цвета, хорошее качество, хорошая пигментация. Но я вот замечаю, что вот как обычная девушка, которая просто ходит на работу, или там погулять, или там в гости, в магазин и так далее, я не пользуюсь вот этими всеми 12 оттенками. Конечно, это чисто мое мнение, может быть, у вас будет всем другое. Но вот я делюсь своим мнением. Я пользуюсь всего лишь вот этими четырьмя. Вот эти светлые оттенки мне нравятся. четыре и вот этим. Вот это то, чем я пользуюсь, можно сказать, постоянно, вот когда я делаю макияж с этой палеткой. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь цветов я вообще не использую. Ну ладно, вот этот еще или этот, нет. Вот этот я иногда еще использую сюда в углубление глаза, вот сюда, в общем. Но вот все остальные, вот эти цвета мне вообще как бы не особо нравятся, не особо они нужны, там разве что на какой-то вечерний макияж. Но вот за полгода я ими ни разу не пользовалась. Вот. И даже могу вам показать, с этого зеркала вот эту вот штуку не сняла. Неудобно, мне кажется. Я вот этим зеркалом не пользуюсь. Вот. И также я думала, что вот эту палетку я буду брать с собой в поездки, там в отпуск. На самом деле она все-таки тяжеловатая. Я ее вот в итоге никуда с собой не брала. Я, если куда-то уезжаю, я беру с собой всегда какие-нибудь такие однушки. Или вот в одной такой кругляшке, у меня есть от Мак, например. В одной кругляшке два цвета теней, то есть, например, розовый и сиреневый в одной кругляшке. Потом, например, я беру еще вот такую однушку коричневатую и там что-нибудь еще. То есть, получается, все очень легкое и все-таки можно сделать где-то три разных макияжа, то есть, по цветовой гамме. Здесь же цветовая гамма, как вы сами видели, розоватая, такая коричневатая. Ну, в общем, как-то вот брать ее одну тяжелую с собой я вот не беру. Все-таки бандура тяжеловатая. Вот. Так что давайте я вам покажу сейчас бюджетные замены. И в конце видео я обязательно сравню, с близи вам покажу эти цвета. Особенно вот из этой палетки. Вот этой палеткой я вообще довольна, как слон. Это Альвердин Туркосметик. Это такая косметика, сделанная в Германии. Причем это натуральная косметика. Здесь, в общем, нет никаких химических веществ, там, бяк и так далее. И тут даже написано, что подойдет людям, которые носят контактные линзы и у которых очень чувствительные глаза. Да, это номер 50, Русгарден. И даже написано, что здесь есть турмалин. В общем, без понятия, как они сюда турмалин засунули. Ну, в общем, смотрите, какие красивые цвета. Они, кстати, даже вот открываешь, они очень приятно, нежно пахнут розой. Чем-то таким, да не розой, чем-то таким очень приятным, очень мягкий такой запах. Вот, смотрите, какие цвета красивые. Первые два цвета слегка такие сатиновые, то есть слегка переливаются. И последние два полностью матовые. Вот, могу вам показать на пальчике. В конце мы еще раз сравним вот эти цвета с той палеткой. В общем, вот этими тенями я вообще довольна, как слон. Это, можно сказать, покупка года. Вот эти цвета. Вот два светлых с шиммером. И вот здесь два розовые и более такой сиреневатый. Два потемнее. Вот, эти цвета потрясающе смотрятся вместе. Вот этот, например, цвет самый светлый. Он сейчас, может быть, выглядит белым, но он не белый. Он такой слегка, такой розовато-сиреневатый, очень красивый. Вот этот вот. Я его использую как хайлайтер. Вот этот идет на подвижное веко. И вот можно сделать только вот с этим цветом в складочку. Или вот и с этим, и с этим. Тогда получится более темный макияж. Кстати, сейчас они у меня на глазах. Вот, можете посмотреть, как все это выглядит. На видео даже, если посмотреть вот этот макияж и макияж, сделанный вот палеткой Naked 3, абсолютно не увидите никакой разницы. То есть, на глазах они вообще выглядят, вот эти вот палетки, прям-таки одинаково. Вот. Сегодня я специально сделала более такой темный Smoky Eyes. Вот с этим цветом. Если его не использовать, использовать только этот, получится такой очень нежный, весенний, такой красивый женственный макияж на каждый день. Вот. Так что номер 50, Rose Garden. Я знаю, что в России на некоторых сайтах, я видела, продается вот эта косметика немецкая. Не знаю, есть ли там эти тени, но я думаю, что стоит поискать. Цена у этих теней 3,99. Вы представляете? 3,99 евро. То есть, для тех, ну я так и думала, что сейчас спорничка упадет. Для тех, кто живет в Германии, вообще зашли в ДМ или в Росман и купили за 3,99. Вот. То есть, цена и качество просто вообще. Вот. Так что, вот этим я довольна вообще. Очень довольна. Вторая бюджетная замена. Это Catrice. У меня, к сожалению, нет этих теней, но я в ДМ также зашла, потестила их, посмотрела. Цвета очень похожи на вот эти. Я вам обязательно сейчас найду картинки, вставлю вот фотографии этих теней, чтобы вы видели, как они выглядят. Палетка от Catrice. Там идут 6 цветов, 6 оттенков. И они очень похожи на вот эти. Вот такие вот светлые. Как раз те оттенки, которыми я вот, например, пользуюсь постоянно с этой палетки. Вот этот цвет, вот такие вот. И последний цвет там вот один в один вот такой вот. Вот такой темный, такой розоватый, слегка вот с переливом, с такими розовыми блесточками. То есть очень похожи. Я зашла в магазин, когда увидела, вообще обалдела. Насколько вот похожи. Качество у Catrice вы сами знаете наверняка, что очень хорошее. И вот эти 6 теней вместе, вся эта палетка стоит 4,95. В общем, в районе 5 евро. Ну, по-моему, это очень классная замена вот этим. Я ее не купила, так как мне вот хватает вот этих розовых. И вот этой Альверде я сейчас пользуюсь вот каждый день. Вообще обожаю ее. Просто вот супер-супер. И последняя замена это тени от Изодора. Я уже их показывала. Изодора это вообще, знаете, по качеству. Мне даже нравится больше вот этих теней от Urban Decay. Потому что, ну, просто они настолько легко растушевываются. Настолько богато смотрятся на глазах. У меня есть вот такая вот старая палетка. Здесь, кстати, цвета тоже похожи очень на вот эти вот. Сейчас я вам покажу. Качество просто отличное. Вот так вот они выглядят. Такой хайлайтер шикарный, который можно использовать не только, как к тени. Розовый цвет вот такой. Вот видите, они, конечно, такие сатиновые, блестящие слегка. И вот этот вот темный цвет, складочку. Очень красивые тени. Растушевываются просто замечательно. Так что присмотритесь к Изодоре. Конечно, Изодора она по цене своей намного дороже, чем предыдущие, о которых я говорила. Но это качество шикарное. Я тоже видела в Дугласе, заходила, видела там оттенки, очень похожие вот на такие вот розоватые, сиреневатые. То есть вы там обязательно найдете. Там есть и по три цвета в одной палетке, и по шесть цветов. В общем, посмотрите, качество просто супер. Давайте сравним вот эти цвета. Я здесь уже все нанесла на руку, думала, что все записывается. На самом деле не записывалось. Смотрите, с левой стороны раз, два, три, четыре цвета из вот этой вот палетки маленькой Альверди. То есть вот я вам могу еще раз показать. Вот он самый светлый цвет. Вот он. Чуть-чуть потемнее цвет. Вот он этот розовый красивый. И самый темный. Вот он. Вот они эти цвета. Теперь рядом, смотрите, я взяла вот этот. Сейчас я руку вытеру. Самый светлый нанесла сюда. Вот видите, он больше как мел выглядит. Вот, то есть из этих двух мне вот этот больше даже нравится. Этот какой-то мелообразный. Такие меловые не люблю. Потом здесь я взяла два оттенка, которые похожи. Первый я взяла вот этот. Он такой более блестючий. Вот он. И вот этот, который почти не наносится почему-то. Вот он. То есть вот эти цвета очень похожи. И вы видите сами, что Альверди ничем не хуже. Вот этих. Да, слегка более темновато. Но этот тоже темный. Вот этот цвет очень красивый. Так, сейчас я руку снова вытеру. И теперь вот сюда я сравнила вот эти вот два цвета. Вот с этими двумя. То есть вот этот цвет у меня здесь. Теперь я взяла светлый из палетки Naked. Вот он. Вот он. И потом я взяла темный из палетки Naked. Он у меня здесь. Вот сейчас его побольше нарисую. Вот. Смотрите сами. Цвета очень похожи. Эти слегка блестящие. Вот здесь. Эти идут такие матовые. Вот здесь Альверди полностью слева. Сверху вниз. И здесь вот идут Naked. То есть вы видите сами, насколько цвета похожи. И даже по консистенции, по цветам. То есть тут матовые, тут блестящие, очень похожи цвета. И Альверди ничем не уступает вот этой палетке Naked 3. Вот такое было видео. Я надеюсь, вам оно понравилось. Пишите свои комментарии. Надеюсь, что это видео кому-то поможет. Особенно тем, кто мучается и хочет все-таки иметь эту палетку от Urban Decay. И теперь вы сможете себе найти что-то более дешевое. Но по качеству, как я уже вам сказала, сто раз в этом видео абсолютно не хуже вот этих теней. Так что все. Спасибо вам за просмотр. И всем пока.